здравствуйте в петрозаводске проходит итальянская забастовка прокомментировать эту итальянскую забастовку вылез главный врач петрозаводской бсмп если я совсем недавно рассказывал вам о чем думает главный врач энской больницы такой собирательный образ думает но молчит то вот этот главный врач наговорил такого знаете просто каминкаут чиновника но для затравки интро поехали этим цифрами высказывания но все-таки я нанят государством министерством здравоохранения не для того чтобы работникам было хорошо я всегда стараюсь быть очень аккуратен цифры и высказывания но главный их мотив да это личное материальное благополучие я всегда стараюсь быть очень аккуратен цифры и высказывания то это то есть вы ваши заместители врут вот так вот они говорят это мы уже прошли то есть я слышал эти тезисы понимаете их опровергать вот очень трудно я всегда стараюсь быть очень аккуратен цифры и высказывания никаких законных оснований у людей к повышению заработной платы нет я перебью на секунду когда новости там один сел друг голову сломал как это сделать лучше обсуждаем с коллегами но зато как говорится бодрячком до на нервах бодрячком но зато в тонусе правильно и есть опасность того что к ним присосется клещ делать выводы будут наши телезрители но я надеюсь сделают они правильно вот такой каминкаут обратили внимание на лицо журналиста рекомендую этот ролик посмотреть в интернете он там до 20 минут соответственно обратить внимание на то как ведет себя данный чиновник а ведет он себя как все обычные чиновники то есть вот эти вот выражения что какие-то там уважаемые люди без перечисления фамилии в какое-то там время не указывают время какие-то там врачи какие-то проверки и тому и подобное полностью размывается политика съезжает с темы и так вот проходят многие совещания и встречи с коллективами после которых выходишь о чем говорили непонятно что решили непонятно но начнем с самого начала и так главный врач самого прям с первых минут задвигает что активисты профсоюза действия борется только за материальное благополучие но в дальнейшем за ролик три раза опровергает данный тезис но давайте слушать самого начала нет это не забастовку в нашем классическом понимании под итальянской понимают забастовку при которой работник начинают работать на ставку то есть он не берет дополнительные смены и выполняет все должностные инструкции вот так как положено по правилам так он и работает а до этого они выполняли должностные инструкции работники правильно конечно ну тут есть некоторое с отступлением как это и в любой любой организации да и застеснялся такой бедненький и какие-то такие правила инструкции они стали выполнять какие такие Какие правила инструкции они начали выполнять, что ты сюда прибежал и начинаешь оправдываться, и начинаешь вешать на них ярлыки, то есть люди работают по правилам инструкции. Ну, наконец-то, сказал бы, они стали работать по правилам и инструкциям. Нет, ты их обвиняешь в чем-то там невообразимом, сюда прибежал и начинаешь, да нет, 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 что-то там грести, нести. А все очень просто. Вот эти работники стали выполнять правила инструкции, те, которые не выполняет начальство данного заведения, то есть конкретно БСМП. А что именно? А все просто. Ситуация складывалась не за месяц, не за два, она длится годами. То есть жители Петрозаводска, вы должны понимать, что ухудшение идет последние 10, и это минимум лет. И вот активисты профсоюза действия решили хоть когда-нибудь что-нибудь предпринять, чтобы вот это все изменить. Они уже с февраля месяца ходят к различным чиновникам, доказывают свою правду и доказать не могут. Они написали уже дорожную карту в марте месяце, которая частично там что-то где-то выполняется, а конкретно не выполняется. О чем же речь? Да все просто. Если взять приказ тот же 388-й, то товарищи Петрозаводчане, вам на город положено 30 бригад скорой помощи, обычных, общепрофильных, и 3 специализированные бригады. А у вас конкретно всего, сколько там, 18 или 19 бригад, он говорит, и одна специализированная. То есть у вас в два раза меньше бригад. Потом, если вы возьмете тот же 388-й приказ, то там конкретно будет сказано, что на одну бригаду выделяется 10,5 ставок медицинских работников. И если посчитать это все на эти бригады, то получится, что у вас на станции должно работать 364 человека выездного персонала, только выездного персонала. А у вас там работало зимой всего 133. 133 человека, то есть получается в три раза меньше. То есть у вас одна бригада работает за три, одна бригада за два, и один человек работает за трех человек. Чтобы понимать, что происходит, вот у меня на станции ровно столько же людей, ну чуть меньше, чуть, чуть меньше. Мы работаем по двое, у нас работает 10 бригад. То есть у вас такое же количество людей размазано по 19 бригадам, и как можно осуществить нормальную помощь? То есть получается человек один работает, и они работают. То есть получается у вас половина бригад выходит не по два человека, а по одному. То есть получается, что человек один фельдшер работает за четырех. Если пересчитать эти на часы, то по нагрузке, по усталости, то есть фельдшер в Петрозаводске один работает 28 суток в месяц по нагрузке. Двадцать восемь суток в месяц. И он не достоин средней зарплаты по региону. Нет оснований для этого фельдшера, чтобы у него была средняя зарплата по региону. Никаких законных оснований у людей к повышению заработной платы нет. Вот и работает этот фельдшер один. И нарушаются ваши права, петрозаводчане, потому что в Советском Союзе придумали, что надо все-таки два человека в бригаде. Почему же? Да потому, что невозможно осуществить нормальные реанимационные мероприятия. В две руки надо минимум четыре. В четыре руки так же быстрее все делается. И от момента первой встречи до операционного стола пройдет намного меньше времени. И одна голова хорошо, а две лучше, понимаете? Ты когда работаешь на скорой помощи, ты приезжаешь, у тебя нет ни анализов, ничего. Тебе надо на месте решить, что с этим человеком делать. И может быть глаз у тебя замылился, а тебе второй человек, твой коллега, подскажешь. И коллегиально ты это все решишь. И дальше куча других плюсов, которые в первую очередь сказываются на жителях Петрозаводска. Но жители Петрозаводска стоят в стороне. Какая-то итальянская забастовка, что же там происходит. Вот главный врач говорит, что у них там все хорошо. Да не хорошо там у них. А я хочу обратить внимание, что это далеко не весь коллектив. Это приблизительно 20% от только фельдшерского коллектива. Врачей вообще практически нет. И вот 20% фельдшеров, со слов главного врача, хотя это не так. Поднялось 35 фельдшеров и 37 водителей. И численность их растет. И это больше, чем 20%. Но опять же, меньшинство коллектива поднялось на борьбу с этим. Оно поднялось в составе профсоюза действия. И у профсоюза действий никогда не бывает один пункт повестки, одно требование. Мы профсоюз, у нас сразу выкатывается несколько требований, много требований. По этим требованиям разработана дорожная карта, которая сейчас до сих пор не выполнена. И только тогда, да, представляете, в феврале это все решили. И только после того, как в августе сказали, мы начинаем забастовку. Мы смотрим, да-да-да, мы там чего-то, чего-то же там с вами решали. Давайте на 10% поднимем ночные. На 10%! Но разговор сейчас не об этом. Об этом я расскажу в следующем ролике. Разговор идет о борьбе. То есть рассказывать, что приходили какие-то комиссии. Эти комиссии проверяли, его сыны не там. Что это за комиссия? Это гид, это прокуратура. Больница уже, ну сказать, многократно, это самое мягкое. Многократно проверялась надзорными органами. Да я даже не сомневаюсь в этом, государственное, государственное, все. Никаких грубых нарушений не выявлено. Товарищи петрозаводчане, помните такой фильм в 80-х, спрут назывался? Так вот у вас спрут вырос там в этом Петрозаводске. То есть ходят комиссии, видят эти все нарушения и ничего не происходит. И только после того, как профсоюз действия в лице там 20% со слов вот этого товарища стали проявлять озабоченность, стали ходить по всяким комитетам и тому подобное, только после этого что-то сдвинулось с места. Дорогие коллеги, которые видят, что происходит. Вы понимаете, вы там находитесь на состоянии рабов. Вы просто рабы на галерах, которые каждый работает за четверых, и к вам присосался вот этот вот чиновник, как клещ. И его не отодрать никакими пассатижами. Куда вы смотрите? Что же делать? Вопрос, что же делать? А все очень просто. Надо объединяться. Объединить весь коллектив. Лучше вас не будет, лучше не дождетесь. Вы посмотрите сейчас со стороны. И если этих ребят разгромят сейчас, разгромят, у вас еще больше закрутят гайки. Понимаете? Этот человек говорит, что нету никаких оснований. Вообще у него просто он потерял берега. Вот такие чиновники у вас, которые просто потеряли берега. Дорогие петрозаводчане. Ситуация аховая. Если вы там не создадите какую-то пациентскую организацию и не вмешайте в ситуацию, вы просто скоро останетесь без скорой помощи. Потому что работать в этих условиях невозможно. Те 20 человек, которые влились сейчас в коллектив, это молодые фельдшера. Из них, понятно, 10 фельдшеров и 10, наверное, этих медсестер. То есть вы хотите, чтобы в скором времени к вам приезжал не врач или опытный фельдшер, а молодой парень со скамистой студенческой и медсестра. Вы поймите, от момента, как сертификат или аттестация для этого фельдшера многое не решит. Он может этот сертификат съесть, знаний у него больше не будет. Ему надо 2 года, 3 года, чтобы он не боялся ехать на вызов. Из-за него не боялись, что он поехал на вызов. А это сказывается конкретно на вашем здоровье, на оказании вам медицинской помощи. То есть, понимаете, вот этот начальник рассказывает. Вау, 20 фельдшеров. То есть конкретно задачи уже обсудили все это в феврале, в марте. Я учился в медицинском училище и по окончании медицинского училища у меня уже было несколько корочек на руках. Ну, там массажист и еще какая-то ерунда. То есть, вот этот начальник мог договориться конкретно с училищем, спонсировать дополнительные курсы. И вот эти бы фельдшера уже вышли бы в июле с конкретными корочками, с конкретной аттестацией. Но он об этом не подумал. Об этом никто не подумал. И сейчас они приняли вот этих людей, нарушили все законы, и они там работают на линии без соответствующих вот этих корочек. Как так? То есть, беззаконие творится, всем просто наплевать в этом Петрозаводске. Еще раз повторяю. Профсоюз действия стал общероссийским. Это значит, что потребность растет. Конкретно в Петрозаводске потребность в профсоюзе. Понятно, что только профсоюз действия выработал нормальную повестку. Требований у нас куча. Если их исполнить, все эти требования, то качество медицинской помощи в Петрозаводске, именно скорой медицинской помощи, вырастет. В следующем ролике, дорогие Петрозаводчане, я вам расскажу, как может ошибиться фельдшер от такой дикой усталости, когда он работает за четверых месяцами, годами. Я вам расскажу и покажу основания законодательные о повышении заработной платы, о которой не знает вот этот клещ Хейфиц, который присосался к скорой помощи. Я вам покажу разработки фонда рабочей академии, где научно обосновано, сколько должна зарплата быть у учителей, врачей, медсестер, санитарок, рабочих, колхозников. Вы можете это услышать от меня, вы можете приехать на Российский комитет рабочих, который состоится в этом году 19 и 20 октября. Вы просто от предприятия пишите такую бумагу от руки, направляю на Российский комитет рабочих от такого-то предприятия, такого-то, такого-то подписывайтесь 5 человек. И если это рабочий, он будет иметь право решающего голоса, если это служащий, то он будет право совещательного голоса. Приезжайте, вам там расскажут реальные рабочие, которые не просто вот так вот вспыхнули и не знают, чего делать, которые знают, что такое коллективный договор, как добиваться, как входить в забастовку, как выходить из этой забастовки, как просто бороться за свои права. Приезжайте на Российский комитет рабочих, а конкретно сейчас врачи, фельдшеры, водители, санитары, БСМП, объединяйтесь вокруг профсоюза действий. Если сейчас эти 35 человек фельдшеров и 37 человек водителей проиграют и их разгонят, то дальше вас ждет просто беспросветная тьма. Лучше вам точно не будет. Посмотрите, что говорит ваш начальник. Он просто потерял берега. Ну будьте здоровы, а пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok